Сенсационная находка в Крыму. В Бахчисарайском районе на скальном массиве палеонтологи обнаружили ископаемых трилобитов. Возраст окаменелостей 270 миллионов лет. Что уже удалось узнать о них ученым, выяснил наш собственный корреспондент в Крыму Никита Васильев. Усы и лапы потерялись, остался только хвост. Но и этого документа достаточно, чтобы понять. Находка уникальная. Рельефная окаменелость трилобит. Это вымершая 250 миллионов лет назад членистоногая. Вот это из Санкт-Петербурга трилобит азофус. А вот это пседофилипсия наша крымская. То есть вот это хвост. Дальше у нее переходит в спинку. Вот так у нее выделена спинка, она поделена на отдельные сегменты. Также и заканчивается уже кронидием, то есть это голова. И то же самое вот здесь, то есть спина и голова. То есть длину он составлял около 4 сантиметров. То есть это самый крупный трилобит, который был обнаружен вот здесь. Они жили на Земле задолго до динозавров, в палеозойскую эру. За 300 миллионов лет существования этот класс животных стал одним из самых разнообразных на планете. Известно более 10 тысяч видов с разными формами и рельефами панциря, шипами и буграми. Различались и размеры. Самые мелкие, чуть больше миллиметра, крупнейшие из найденных, порядка 70 сантиметров. Чем они интересны в Крыму? Они здесь последние. То есть практически в пермском периоде в северных бассейнах трилобиты вымерли уже полностью. Здесь они еще сохранялись, они продолжали обитать. То есть это самые молодые трилобиты. Окаменелость обнаружили в так называемой глыбе пермского периода, конец палеозоя. В Крыму всего два таких обломка. И оба нетипичны для региона. То есть эти известняки не из недр полуострова, а скорее осколки древних гор, которые могли находиться за тысячи километров отсюда. Глыбу Кичхибурну с дороги не видно. Разглядеть ее можно разве что на спутниковых снимках или на кадрах аэрофотосъемки. Но это древнейшая порода на Крымском полуострове, которая в результате тектонических сдвигов вышла на поверхность. И сейчас это, по сути, палеонтологический архив, возраст которого как минимум 270 миллионов лет. Обнаружить древних существ удалось лишь четырем экспедициям. Две были еще в первой половине прошлого века, еще две в нашем. Места трудные для изучения. Чтобы найти окаменелость, палеонтологам приходится часами разбивать плотную породу. Эти глыбы, они необычные. Они очень редкие. Их там три-четыре по пальцам можно пересчитать. Фауна, которая в них эндемичная, она больше там практически в мире нигде не встречается. Такие же виды. И там можно найти все что угодно. Они плохо изучены. Поэтому там, так сказать, копать и копать. Все, что там фактически в каждой третьей-четвертой находке, это все-то новое будет. И речь не только про трилобитов. В глыбах уже нашли брахиоподов, двустворчатых моллюсков и аммонитов. Для ученых все это зацепки, которые позволяют приоткрыть тайну мироздания. Никита Васильев, Юрий Ламзин, Максим Володин, ТВ-центр, Республика Крым.